Поскольку у иллюстратора такая программа немножко коварная, я вот такой семинар решил сделать, чтобы, так сказать, вам было понятнее, как лучше его изучать. В чем коварство иллюстратора? Проблема у него такая, что программа древняя, и в отличие от фотошопа, адоба с иллюстратором не решается ряд экспериментов делать, которые они с фотошопом могут перевернуть интерфейс и так далее. В иллюстраторе они, наверное, побаиваются этим заниматься, и поэтому получается, что древние способы работы, они в иллюстраторе как бы сохраняются до сих пор. И вот сегодня уже народ мучился с этими переворотами объектов, поворотами и так далее. И у иллюстратора, в общем-то, за его такой длинный период развития, ему там больше 30 лет, как выясняется, 32 года где-то исполняется. У них очень многие инструменты, как они примерно работали, так они, в общем-то, и работают. И, в принципе, адоба, честно скажу, не старается сделать его понятнее для пользователя, и в этом основная проблема, к сожалению. Понятнее он не становится. Фотошоп понятнее тоже не становится для пользователя, и поэтому мы, получается, что наш центр должен спасибо говорить, потому что люди идут к нам, чтобы обучиться их сложным программам, которые они стараются сделать проще. И по поводу того, как его лучше изучать вообще, как его покорить, у нас есть разовый вариант обучения. Ну, я местами буду наш процесс обучения, местами иллюстратор пояснять. Ну, очный режим, когда вы здесь занимаетесь. Вот девочки сидят, они завтра будут заниматься, завтра будут заниматься, да, вот так вот. И вопрос, когда домашки делать, в общем, это вопрос серьезный. Вот мы сегодня занятия делали, грандиозную домашку, они молодцы, почти все справились. Вот. Очно-заочно слышали такой режим? Вот. Это когда вы по записам занимаетесь, раз в неделю там приходите или там подключаете, чтобы показать свои результаты. Вопрос немножечко тонкий, потому что когда вы вот так вот занимаетесь, вопрос, когда вы слушаете, у вас время на другие вещи, может быть, есть, а на это нет, и до последнего момента некоторые тянут. Вот этот вариант вообще губительный просто, поэтому нужно четкое себе время отвести. Открытое обучение. Кто-нибудь пробовал? Открытое обучение. Так, ну как? Это что? Ну как? Я сначала не хотела, потому что, ну, наверное, просто администратор лекарств. Открытое обучение, когда вы приходите вот прямо сюда, в аудиторию, у вас запись, вы имеете наушники, вы слушаете то же самое. Да, то же самое, да. Да, абсолютно верно. Вы можете, да, что вы, собственно, можете остановить на паузу, где вы, ну, теперь слушаете что-то, какой-то момент, если вы там стали засыпать или что-то, вот. И одновременно, в чем смысл обучения, что сидит преподаватель тот же самый, который вам читает наушники, когда-то читает. И любой вопрос, который вы не поняли, вы можете задать. Абсолютно верно. Очень поближе. Я вот не знаю, там слышно было, что слушатель говорил про открытое обучение в ВИНА, слышно было, не слышно, вот, по поводу открытое обучение. Но идея такая, что когда вы занимаетесь, у вас два монитора. Вы занимаетесь, а на втором вы слушаете, смотрите. Вот, но вот как правильно было замечено, вы занимаетесь в своем темпе. И вы знаете, вот я уже сколько-то раз замечаю, что на открытом обучении куда более качественные результаты я вижу, вот, как ни странно. Вот, посмотрим, как вы будете завтра работать с логотипами. Но там, конечно, у народу больше времени просто на то, чтобы вот это все осваивать. Поэтому вариант неплохой, а то, что оно сделано, запись вот прямо в таком духе, люди говорят, что они чувствуют себя как в аудитории. Вот, как будто в аудитории вот так вот сидят. Вот, да. Бывают разные косяки, например, там запись, там, знаете, тут мы стараемся, чтобы пауз не было там, поэтому иногда запись мы выключаем. Ну, выключили запись, а включить надо не забыть, вот, а что-нибудь отвлекло, это и забыл ее включить. Поэтому, как дурак, потом повторяешь, вот, но это уже другой немножечко вопрос. Вот, вот, и это по поводу открытого обучения. Биографический курс замечательный совершенно. Вот, правда, для HTML оказалось еще лучше, для языков программирования просто шикарно. Потому что там народу больше нужно время для разогрева. Здесь-то, в принципе, достаточно быстро мы разогреваем, что в Photoshop, что в иллюстраторах, а там кому-то может дольше понадобиться, и тогда проблемы возникают. По поводу самостоятельного изучения. Можно ли самостоятельный иллюстратор изучить вообще, как программу, вот, чтобы профессионально с ней работать? Как всегда, все возможно, но это зависит от вашего, так сказать, желания, времени и возможностей. Это просто будет не очень просто. Если вы знаете Corel, например, то это будет вам, знаете, честно скажу, большой минус, потому что с Corel переходить на иллюстратор – это крушение всего, потому что тут все механизмы по-другому работают. С одной стороны, да, векторная графика, прямоугольники рисуются так же, а дальше начинается все по-другому уже. Ну, вот, поэтому, если узнаете Photoshop, даже вот как-то легче, в общем-то, здесь идти. Вот, но если вы самостоятельно собираетесь изучать иллюстратор, то я тогда рекомендую, вы знаете, есть книжка в Библии, там, как же она называлась? В общем, уроки Адововских. Она толстенная, здоровенная, дорогущая книжка. Она чуть дешевле нашего курса, по-моему, стоит. Вот, вы по ней, вы будете вот так вот урок за уроком проходить. Одна проблема, там, знаете, материал идет, нажмите кнопку такую, нажмите кнопку такую, вот и нажимаете. Осталось понять, для чего вы это делаете, а так все ничего. Я сейчас в одном из этого технического купила, но у Adobe InDesign. И проблема в том, что версии-то не цепанали, трудно найти, не переведены по-другому. Не знаешь, где искать, и ты на каком-то этапе ты ступаешься. Ты затыкаешься, пытаешься решить проблему, да, и не знаешь, что там, как. Да, а бывают там косяки у нее в переводе, там, или что-то там неправильно написали. Ну, ошибки везде бывают. Поэтому я говорю, здесь вот эти моменты, когда вот у нас идет обучение, мы эти моменты вскрываем, потому что тут как бы проблемы проще устраняются. А если вот так вот вы сами столкнулись, кто вам поможет? По формам тогда, да? Вот. Ну, тематические формы есть, в принципе, и по индизайну, и по фотошопам, и так далее. Вот. Но, знаете, вот есть, может быть, кому знаком такой ресурс DemiArt.ru. Вот такое, слышали? DemiArt.ru. Вот. Это огромный набор уроков. Там у него миллионы пользователей у этого ресурса. Ему очень много лет. Я там тоже очень давно зарегистрирован, в принципе. В общем, смотрю тоже, как мне там что-то происходит. Вот. И там очень много интересных уроков. Они просто переведенные. И там единственное, что обучаться по нему сложно. Потому что вот урок идет. Они там понятия сложности отсутствуют. Понимаете? Там нет. Ну, что-то там сложное, что-то там попроще. Но зачастую вам не поясняется, почему так делается. То есть вот урок мы делаем вот это. Делаем светящуюся напись, например, какую-то. И пошло-поехало. Создаем вот так, потом так, потом так, потом так. Так, вот, оба у нас там получилась через 40 минут. Вот. Надпись, она здоровская. Но почему вот это вот задействовалось, а то не всегда там объясняется. Поэтому это хорошо делать, чтобы практику, значит, навострить. Когда у вас есть базовые знания. Вот тогда вы будете понимать, почему они это делают. А так, конечно, там уроки очень красивые есть. Но тоже проблема. Очень многие уроки там у них идут на другой версии. И вы можете столкнуться с тем, что вы не понимаете, что надо делать. Вот, в общем-то. Вот. Версии меняются. И фотошопы меняются. Иллюстратор меньше, чем фотошоп меняется. Поэтому там, в общем-то, шансов побольше, чтобы, в общем-то, совпало с тем, что вы делаете. Вот. Ну, а с фотошопом, да. Там есть старые уроки. Вы видите интерфейс. Вы не поймете вообще, почему так панелька слоев выглядит. Вы привыкли ее по-другому видеть. Она другая совершенно была. Вот. Поэтому, в принципе, вот такие вопросы обучения. Это, вот, так сказать, такие достаточно открытые остаются. Вот. Что касается, в общем-то, обучения у нас на курсе. Вы знаете, в принципе, с моей точки зрения, самый лучший вариант обучения – это не когда вы каждый день все-таки занимаетесь. А когда вы занимаетесь, ну, как бы, два-три раза в неделю. Тогда у вас есть возможность переварить. Тогда каждый день, конечно, нагрузка большая достаточно идет. Вы почувствовали, да. Но, в принципе, да, вот. И вот получается, что на вас такая большая нагрузка. С одной стороны, вот этот интенсив, он вас так хорошо подпитывает. Но вопрос, а не рассосется ли потом, вот, со временем, да. То есть, чем интенсивнее это влияние, тем оно потом есть шанс рассосаться. Вот это меня всегда больше всего смущает в наших делах. Вот. Поэтому практика здесь у нас на занятиях всегда есть хорошая. Так, и по поводу нашего построения, как мы относимся к иллюстратору. Мы с иллюстратором относимся с большим уважением. Поэтому у нас целых три уровня существует. Правда, вот из одного уровня получилось первый и второй. Вот. Ну, а третий уровень, в свое время, у нас смешно так с ним получилось. Его какой-то преподаватель разработал, а читать отказался. Меня повесили этот третий уровень. Пришлось его перерабатывать полностью. Но сейчас у нас он уже отлажен. Это было лет, я не знаю, там, шесть-семь назад, наверное. Вот. И, в принципе, была идея вот этого третьего уровня. Дело в том, что первые два, вы учитесь работать с иллюстратором базой возможностей. Смотрите, как на нем можно задачи решать. А что вообще на иллюстраторе можно решать? Какие задачки вообще, как вам кажется? Сейчас мы посмотрим. Знаете, вот такой ресурс есть, Behance. Слышали такой? Вот, Behance. Это, кстати, если кто не знает, это адобовский ресурс. Так что они очень к нему щепетильно относятся. И по всякому пощаюсь, что вы там что-то делали. Ну, смотрите, на иллюстраторе различные постеры. Вот такого типа рекламки, обложки и так далее. Вот. Здесь вы можете смотреть, в общем-то, как народ работает, на каком уровне работы, в общем-то, представляет. Вы знаете, там есть очень простые какие-то вещи. Ну, например, вот так вот видите, вот такая штука там идет. Ну, супер, конечно. Гениально, да? Вот. Осталось это продать. Есть там весьма замороченные, видите, вот такие вот. Как вам эффектно? Куча линий таких, да, цветных. Вот. Да, все такое вытекающее, ликвид такое, да, в общем-то. И смотрится интересно, нет, как вам кажется? Ну, стихи дали. Вот. И я думаю, сюда бы добавил еще что-нибудь, чтобы было более такое, знаете, хайпа вот так. Хайпа маловато здесь. Вот. Чтобы там мозги сразу вывернуть. Здесь все-таки достаточно спокойно все течет. Вот. И в принципе, сложно ли вот такую структурку сделать? Венарь, а как вам кажется? Насколько сложно такая конструкция? Ну, и же нужно какие-то влезть волны и растянуть какие-то лифты объекты. Так. А какие эффекты здесь задействованы, как думаете? Скорее всего, трансформация. Словные трансформации. Вы знаете, здесь очень здорово подошли бы бленды для построения, чтобы переходы строить вот такие между объектами. Ну, и закраски там различные. И вот плавные переходы, видите, здесь множество таких переходов идет. Местами плавные, местами резкие они идут. Вот. То есть можно блендами такие штуки построить, в общем-то, искажением потом добавить. Ну, конечно, здесь большинство объектов, судя по вот такой конструкции. Местидарова. Вот. Вот такие вот сюжеты идут. И здесь довольно такая неплохая проработка. Хотя, возможно, что это там комбинация растровых и векторных работ задействована. Хотя, вот, наверное, сюжет идет. Вот он такой вот. И, в принципе, на иллюстраторе, вот, не будете вы же на 3D Max такой рисовать. На иллюстраторе самое оно. Можно ли на фотошопе такую штуку нарисовать? Ну, вы знаете, на фотошопе можно рисовать все. Абсолютно все. Так что на фотошопе можно любой 3D изобразить, если вы сможете. Так что, ради бога. Ну, и на иллюстраторе может тоже почти все, но в векторном плане. У тебя есть, что иллюстратор – это иллюстраторная графика. Абсолютно верно. И поэтому, видите, вот здесь вот такие наборы объектов идет. Мы сегодня тоже рисовали такого чувачка. Симпатичный, что у всех он разный получился. Такого робота своеобразного. Вот. Но в данном случае вы видите, что вот в этом сюжете, вот как вам кажется, нужно ли умение рисовать от автора? Какие-то малышки. Ну, вот, рука. Нарисовать руку хотя бы, да, в общем-то. Здесь уже нужны определенные все-таки какие-то возможности рисовальные от самого человека. Поэтому, конечно, если вы хотите, в общем-то, чтобы у вас креатив был нормальный, то рисовать надо уметь и от руки тоже. Тогда иллюстратор вас не научит рисовать от руки. Это вы должны сами рисовать от руки. Вот обратите внимание, все сделано в одном стиле. Вот так, один сюжет, одна и та же эмоциональность, да, в принципе, в одном и том же духе. Где это бывает очень нужно. В иконках, например, делается серия иконок. И они вот все должны быть вот в таком одном стиле. Поэтому умение рисовать, конечно, здесь, мягко говоря, не лишним будет. Елизабет Кристина. Вот как вы думаете, Елизабет это, наверное, имя, а Кристина фамилия или наоборот? Это двойная, двойная, Елизабет Кристина. Думаете, это такое имя у нее? Не знаю, в принципе. То есть, ванна Майлика. Да, ну, может быть. Ну, вот видите, вот она такой вариант вам показывает, как Елизабет Кристина. И, по-моему, здесь тоже сочетание раз-тривекторной графики идет. Видите, она шрифты здесь показывает. И как это делить векторы? Вы знаете, здесь, если такая достаточно детальная проработка, но здесь, понимаете, на этой картинке довольно большое количество шумов идет. И поэтому здесь вот понять, что это такое, детализации довольно-таки мало. И это, может быть, и вектор тоже так симпатично сделанная. А может быть, просто раз-трой график, которая приглушена вот так вот, затонирована. И поэтому он вот так вскуда не поймешь. Вектор обычно опознается по характерным чертам. У него нет фотографичности такой у него. Но можно изобразить фотографичность. Она в векторной графике просто не особо нужна. Ну, как вам кажется, подбор цветов стильно сделан? Хорошо сделан. И видите, вот текст покрывает такие моменты. Да, это вот векторная графика, в принципе, всего симпатично сделанная. Вот. Так. Хочу показать. Вот у нас есть третья часть. И когда люди приходят на третью часть иллюстратора, я им даю такую разминку. Конечно, это не такие огромные работы, которые вы видели. Ну, как вам кажется, простенькие они? Но с одной стороны, да. С другой стороны, надо понимать, как их строить, в общем, такие работки. И вот, может быть, кто слышал, есть такой градиент меш, сетки градиента. Мы их будем смотреть скоро там, если что. Вот эти сетки, конечно, это просто обалденное средство выразительное, но очень такое коварное для работы. И, в принципе, у слушателей тоже работы делают. Это работа одного из слушателей, который спичку захотел нарисовать. Ну, что, симпатично получилось. Ну, такая очень даже здоровская. Поэтому, в принципе, у нас получается, вот первые две части мы, так сказать, основу иллюстратора проходим, а третья часть мы уже, вы когда вооруженные знанием, вы уже, в общем-то, не то, что выпендриваться начинаете, а уже более сложные задачи решать. Вот. Вот, обратите внимание, сколько там такой сложной фактуры идет. Но все это можно тоже на иллюстраторе изобразить. Вот эти текстуры, вот эти сложные такие вот решения. Все там у него тоже куча эффектов у него есть на эту тему. Правда, больше всего у меня, знаете, на тему иллюстратора, вот для меня кульминационный такой вот вариант работы. Это вот такая штука сейчас. Я методически привожу к тому, в самом конце. Вот. Вот такая штука. У нас бумажка такая. Вы знаете, я боюсь, что нет. Ну, там на самом деле не только иллюстратор, там и фотошоп тоже, там комбинации фотошоп-иллюстратор. Автор по чертежам, по исходным, вот так визуализирует вот этот лайнер. Работы эти безумно дорогие, они стоят там около 250 тысяч долларов, что-то типа того. Поэтому он делает очень долго. Вот на эту работу он затратил конкретно, у него там написано 960 часов. Там 3-3 месяца сплошной работы. Ну, вам видна какая детализация здесь идет? Это же просто сумасшествие, да? Какая 3D-графика? Никакие 3D-максы на это не способны. Это вот именно вот такая работа нужна. Но стоит ли игра свечи? Ну, ведь красиво и сделано, нет? Вот. Ради чего такая красота? Ну, вот, наверное, автор дает понять, как это будет выглядеть. 3D-программы, они дают понять правильную графику, а здесь она визуальная, понимаете? Это немножечко другое. Вот. И вот здесь вот, вы знаете, круче вот его я не встречал работать. Как оно все проработано, просто вообще нереально. Что самое смешное, вы знаете, ресурсы компьютера, там не такие мощные. Там Mac используется для таких работ. И на файл весит там больше гигабайта, вот этот вот, который в работе у него был. Так что вот такие вот красоты. По-моему, это шедеврально, вебинар. Как вам? Суперски. Такое вообще повторить, это нереально совершенно. Кулсик, как он там называется. Вот. Что интересно, у него есть тоже свои уроки на тему рисования 3D. Как-то, вот когда у нас курс нарисовался, третья часть иллюстратора, мы, я взял там фрагмент небольшой, как бы там, как рисовать 3D. Тогда еще не было сеток перспектив в иллюстраторе. Вот. Вы знаете, мы пол занятия, знаете, что рисовали? Вот, представьте себе на секундочку, вот, как бы, кубик идет, он в правильной изометрии, но я сейчас в правильной изометрии не буду рисовать. Вот такого типа он идет, кубик. Вот. А мы от него отгрызали здесь вот так вот, вот такую часть. Вот. Понятно, непонятно? Вот эту часть мы обгрызали. Но это все было абсолютно правильно сделано. Но это пол занятия заняло. Из этих пол занятий 90% мы строили направляющие, по которым дальше работать можно было уже гораздо быстрее. Вот. Вот эти техники. Вот он, в принципе, все показывает тоже, как вот эти направляющие выстраивать там. Вот. Но там, конечно, видите, вот такие штуки. Ну и что они там используются? Вот. Это у него фотошоп. Вот. Это на фотошопе работы. Вот. Где-то у него был там на иллюстраторе чисто. Ну, в общем, такой талантливый автор. Вот. Таких страшных работ. Но, опять-таки, конечно, чтобы этим заниматься, ну, нужно, чтобы это хорошо оплачивалось. Вот. Поэтому здесь возникает вопрос, как этого добиться, чтобы ваши работы хорошо оплачивались. Вы знаете, к сожалению, наверное, это, в общем-то, зависит от везения, по большому счету. То есть вы должны попасть в нужное место, в нужное время. Вы можете на бихенсе, конечно, представлять свои работы. Вот. Вы можете обалденно креативным человеком быть. Первый вариант, что их сопрут, ясное дело, да, в общем-то. Потом будет долго объяснять, что это вы автор, а не другой человек. Вот. Но, в общем, как бы, с чего-то же надо начинать. Можно в соцсетях размещать свои работы. Но, вы знаете, у вас есть мысль, какую-то вот такую работу сделать для себя, что вы ее показывали. Да, вот. С чего? С чего вам такое сделать можно было бы? Вот. Но, вы знаете, поэтому здесь нужно, чтобы была какая-то внутренняя огонь, шире человека, который рисует, потому что не может не рисовать. Знаете, вот. Певец, вот, на следующий он поет, потому что не может не петь, да. И он вот рисует, и вот он вот так вот работу свою представляет. А чисто технические задачи, конечно, они решаются очень много. И допечатка, и прочие эти вопросы в иллюстраторе очень хорошо решаются. Ну, это такого технического плана, скорее, задачи. Творчества там не особо много есть. Вот. Ну, вот. Вам, может, нравятся такие работы, может, не нравятся, да. Ну, автор вот рисовал. Как вам, такая задумка? Вот они сидят, уже представляют, как это что-то делать, да. Какие инструменты задействовать. Да. Ну, вот. А, да, здесь как-то так. И, в принципе, вот вам знакомый инструмент Shape Builder, который там добавился, да. С помощью него эти задачки, в общем, достаточно несложно решать. Вот. Но вот эта задумка, вот этот подбор цветов ярко сделан, да, в общем-то. Технически здесь работа не очень сложная. Но представить себе визуал, да, вот как ее представить, такую работу. Вот. Помните, там клетчатый, да, вот такая клетчатая работа получилась. Вот. И она очень своеобразная здесь, круги и так далее. Там, небось, куча лайков. Это сок. Это сок идет, да, вот так вот. Сюжет довольно простой, но, видите, вот так вот обработан. Видите, градиенты в стакане. А, это на нас, да, все львы. Угу. Ну, ты говоришь, типа на лучше. Да, вы говорите. Вот. Вот автор вас забивает своими фантазиями на тему этих соков. Вот так вот, например, да. Сейчас видно, винар сделок. Угу. Анимашки. Видно? Вот. Анимашки в иллюстраторе вы не сделаете, к сожалению. Вот. Тут надо уже другие средства привлекать. Потому что в фотошопе, кстати, можно. Вот. И вот так вот оно сделано. Вот народ там, видите, закомментировал. Анимашки. И поскажите, анимашки. И что? Анимашки. По поводу анимашек. Здесь, вы знаете, дело в том, что вот такие моменты, видите, вот такие движения идут. Да, в общем-то. В принципе, можно в фотошопе, у нее панелька анимейшн есть, можно там сдвигать. Ну, в принципе, худо-бедно, но можно, в общем-то, такие сдвиги делать. Вот. В принципе, Adobe Animate. Это, вы знаете, я думаю, что GIF на самом деле. Сейчас, откопирую URL картинки, сейчас посмотрим, что там. Ага, GIF-ка идет, да. А? Adobe Animate. Сейчас, секундочку. Вот, дело в том, что есть бывший флеш, который был, да, сейчас оно Adobe Animate называется. В нем тоже анимации можно очень даже симпатичные делать, но там моменты какие-то, там они интерактивные и так далее, поэтому это, в общем-то, для таких баннеров очень часто используют. Вот. Афтер эффект, в принципе, тоже для таких вещей можно использовать, но это из ушки к воробьям, это сложный композинг и так далее, мощные, тяжелые программы. Вот. С точки зрения, с точки зрения анимашек, в принципе, есть специальные программы, вот, Principal for Mac, например, но они маковские программы. Для мака. То есть, для винды анимационных программ вот очень мало. Это вот Adobe After Effects, это Adobe Animate, вот такие, в таком плане. Вот. Так, в принципе, фреймер там, что-то такое было, но тоже для мака они все заточены. Кто-то был для винды, потом в раз, они на мак обратно перешли. Вы знаете, у меня такое ощущение, что под мак проще им писать просто программатору, потому что там уже есть движок очень мощный в последних версиях, особенно там метал. Вот. И для винды такого нету, и поэтому они там вынуждены выкручиваться каким-то образом. Вот. Спрашивают, для каких целей имеет смысл перейти из Coral в Illustrator, есть ли принципиальные отличия, кроме цветопередачи. Вы знаете, в принципе, если Coral решает вашу задачу, то, собственно, что нам переходить? Coral решает и решает, да, пусть все дальше решает. Другой вопрос, что, например, в Illustrator вы можете эти задачи решать немножечко более комплексно и более, ну, не то, что заморочено, более интересно, скажем. Вот. И, вот, например, в Coral вам нужно какой-то объект взять там, перевернуть, например. Вам вот прямоугольник взять, перевернуть, например, вот относительно правой точки. Вот. Это все, народ мучился с этим делом. В Illustrator вы должны зайти в переворот, склайшайль, щелкнуть вот сюда, сказать, что у вас ось вертикаль, нажать копия, вот тогда вы получаете вот такой объект. В Coral вы одним движением это делаете просто и все. Поэтому здесь вот в этом отношении иллюстратор более тяжелого в освоении. Но те, кто в Coral работали, вот обратите внимание, как объект трансформируется. Все видно? А Coral вам рисует вот такую габаритную рамку и, в принципе, вот он всегда ее рисует, всегда. То есть вам вот так вот действовать с объектом не получится, только раз, что кривые в общем-то работают. Затем у вас вот эти вот объекты идут и, например, я хочу в этом объекте торможен. Например, смотрите, такой простенький сюжет. Вот так я расчерчиваю, например, вот так, вот так. И в иллюстраторе я могу вот таким очень изящным способом взять вот эти объекты раз, раз, закрасить, видите, вот так вот, поделив на части через замечательный инструмент Shape Builder. Я получаю вот такие объекты, они, видите, разные, и вот эти лишние объекты я могу удалить. Вот. Это можно разными способами сделать, но вот этот инструмент просто для работы, ну, просто фантастика. Очень здорово работает. Вот. Поэтому с точки зрения креатива в иллюстраторе здесь в этом отношении, конечно, больше возможностей предоставляет. Вот. Или там, например, у вас идут узоры красивые. Так. Сейчас найду, где мои красивые узоры. Так. Вот такие симпатичные узоры. Вот. У Coral тоже есть узоры очень хорошие, очень здоровские. Но дело в том, что в иллюстраторе, например, я могу вот этот узор взять и взять и его немножечко там немножечко, например, исказить как-нибудь. Например, вот так вот. И, в принципе, вот эти искажения, они ой-ой-ой, они узоры не касаются. Что же делать? А делать вот что. делать вот так вот. Мы говорим, чтобы узоров они тоже касались. И тогда вот такие искажения сложные, геометрические. Видите, я могу делать прямо вот непосредственно объекты с узорами и так далее, с разными картинками. Вот такие вот искажения, они, ну, стиле Дали, да, например, будут очень актуальны, но они не только стиле Дали актуальны бывают. Я смотрю, вот варпу взяли в видит, да? А? Какой вкладке смотрели в видит? Дело в том, что варп, он в обжиге находится, вот этот обжиг, обжиг, да, да, вот здесь вот находится envelope distort, вот эта штука. Я могу различные варианты, но я в настройках, по умолчанию отключено, что искажает паттерны, узоры. Я могу градиенты вот таким образом искажать, в общем-то, и, в общем-то, таким образом, видите, могу что угодно с ним делать. Вот этот момент, конечно, очень такой серьезный. Вообще, если кому интересно сравнение с Corel с иллюстратором, у нас там было такое здоровенное, такое сделали, там был стенд, где там сравнивается, что, у кого лучше, ну, в общем-то, иллюстратор там перевешивает, конечно, по возможностям. Хотя Corel замечательнейшая программа, моя самая любимая с графиками. так что, вот такие штуки, можно искажать по-разному, можно так-то искажать, например, вот так вот ее искажать, вот так вот и раз, и исказить, как мыть, вот так, например, вот так вот. И повесить объект один на другой, обернуть в оболочку, там, или еще что-нибудь такое сотворить страшно. Вот у ресторатора самое новое. Вот, а что самое интересное, вот, если вы с Corel работали с узорами, то, смотрите, вот такая штучка, она, конечно, не может, в общем-то, не радовать, что я могу взять вот этот объект и его экспендить, разделить на отдельный, объекты, я могу его дальше раздруктировать, могу дальше разделять, вот так вот, вот, и дальше я получаю здесь через кучу ангруппов, ангрупп, 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 я могу объекты, разлепить на отдельные части, после всех искажений и так далее, векторный фотошоп, да, получается такой своеобразный, с картинками, с растрами тоже можно в люстраторе работать, но не как с фотошопом, конечно же, вот, и, в принципе, вот механизмы работы в люстраторе, они, конечно, очень хороши, и в отличие от Corel, например, у меня идут вот эти объекты, вот, идут у меня два объекта, да, вот, я могу их сгруппировать и могу другие два объекта, вот, у меня две группы получилось, вот, но, я могу работать одновременно с двумя объектами разных групп, эти два объекта, они разным группам принадлежат, в Corel, вот эти моменты по организационной структуре они недопустимы, вот, а здесь они вполне работают, хотя вот эти две разные группы, в принципе, здесь механизмы работы, вот эти вот, они, к сожалению, привыкли к тому, что программа очень ресурсоемкая, и она, конечно, не так, как Corel, быстро работает, и зачастую, в общем-то, много объектов у вас потребует таких ресурсов, что просто, ой-ой-ой, спрашивают, нужно ли, для занятия на первый уровень графический планшет, вы знаете, тут на первом уровне, в принципе, он не очень обязательный, но у нас вот завтра я притащил, планшета мы попробуем, но больше на втором уровне актуально, когда с кисточками работа ведется, потому что там отслеживают силу нажатия и так далее, она у нас на первой части, до кистей мы не успеем дойти, поэтому чисто посмотреть, как вот можно им просто пользоваться, но там понимаете, в чем проблема, если графический планшет вы используете, у вас есть планшет, у вас есть мышка, вы как теперь собираетесь работать в этом кружении, если вы будете перехватывать с мышки на планшет, и обратно, это вы будете сидеть постоянно, вот знаете, перехватывать одно, другое, другое, одно, еще и клавиатуру, плюс ко всему, то есть, в принципе, получается, что тогда лучше сидеть уже за планшетом, а раз за планшетом сидеть, значит, вам надо с интерфейсом привыкнуть, а на планшетах вы как работаете, вы же работаете на планшете, и вы видите планшет, вы не видите экран, вы на ощупь будете работать, а пространство может быть маленькое достаточно, и комфортно у вас, ну, никакого не будет, а на большом пространстве, вы рукой, ух, 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 еще гири прицепите, будете качать за одну руку, будете вообще молодец, вот, так, сейчас вот у меня задают длинный вопрос, сейчас я ее должна вот увидеть, так, нравится больше иллюстратору, что найти фотошоп, а в рисовательном картине, приходится в программу вместе, вы должны совмещать, да, абсолютно верно, я, знаете, согласен с чем, в принципе, Corel, он замечательный по-своему, иллюстратор по-своему, каждый из них совершенно замечательная программа, вот, в принципе, проблема совместимости, правда, возникает между ними, но здесь я всегда рекомендую через PDF делать, самый надежный вариант, то, что тот AI, который из Corel выгоняет, иллюстратор может не понять, а из Corel, то есть иллюстратора, ну, в Corel вы никак не переправите, а через PDF, да, в принципе, они понимают оба, PDF можно, шанс большой, в общем-то, открыть, вот, а так, конечно, в Corel удобно работать с большими количествами объектов, многостраничность, у него нормальная многостраничность, в иллюстраторе, видели, какая многостраничность, да, вот, эта многостраничность, она вот как реализована, я включаю и создаю так вот страницы, так, вот так вот создаю страницу, вот так, это мои страницы, в иллюстраторе, артборды так называемые, то есть понять страниц, как таковых, в общем-то, нету, Поэтому если вам нужно делать брошюру какую-то, или там журнал, кстати, а вы знаете, что на Короле журналы делают? До сих пор на Западе на Короле делают журналы многостраничные, цветные, да, в общем-то. На иллюстраторе, по-соблице, сделать журнал может только человек, знаете, с очень нехорошим чувством юмора, потому что потом это все просто умрет и все, ну, не потянет просто такие задачи. Вот, а на Короле нормально, конечно, и дизайн еще лучше делать, ну, как бы тут разного плана программа. Вот, поэтому, в общем-то, с иллюстратором, вы знаете, я могу только посоветовать вам в любом случае, если вы осваиваете, чем больше практики, тем лучше. Вот, знаете, нужна практика. Даже вот вы будете простые вещи делать, отрабатывать их, сделать 10 раз их делаете, потому что без муштри иллюстратору, ну, вот, не дается совершенно. Я сам, когда на нее переходил, у меня была ахтунговая ситуация, я работал там в одной фирме дизайнерской, а там были маки, там был Корол, мой любимый, и была мышка с одной кнопкой. Короле работать с одной кнопкой может только самоубийца, но второй день я понял, что я самоубийцей не хочу стать, придется изучать мак, в смысле, придется изучать иллюстратор. Ну, и пришлось так быстро, в аварийном порядке переходить на иллюстратор, потому что, когда ты не можешь работать правой кнопкой мыши в Короле, это удавится просто, все это смерть. Вот, а так, в принципе, иллюстратор очень даже душевно осваивается, у него есть очень многие вещи, которые в Короле просто отсутствуют. Вот, и работать, в принципе, приятно в нем. И, ну, в общем-то, я не очень хочу здесь сравнить Короле иллюстратор, каждая программа хороша по-своему, но вот, как бы, сегодня у нас на двух машинах были вырубы, если честно. Я не очень понял, с чем это было связано, но одна машина там на Эрисет уходила регулярно, вот, а вторая машина мыша зависала, фиг вы узнаете. Может, это, конечно, не было связано, в общем-то. У нас здесь последняя версия 19-ая стоит, у меня вроде нормально, не вырубалась. Ну, подтормаживает, она подтормаживает, конечно, в сравнении с предыдущими версиями, вот, но не знаю. Более тяжело? По ресурсам? Они, чем старше, тем тяжелее, вот, и даже, вот я объекты вот так вот выделяю, переношу, ну, вроде, сейчас без задержек, а до этого что-то там вот я выделял. Ну, вроде так, не особо чувствуется, но я сегодня много раз чувствовал эти задержки, в общем, идут небольшие задержки вот такие вот, то ли по мощнее машин нужно здесь все-таки для него. Вот. Спрашивает по поводу для веба, верстка макетов, элементов UI, можно ли по слоям Photoshop. Вы знаете, здесь ситуация такая, немножечко тяжелая на эту тему. Дело в том, что для UI, иллюстратора, для юзер-интерфейса, иллюстратора использовать, конечно, можно, не сказать, что нужно, но можно однозначно. Ну, возможно, векторная графика у него беспрецедентная, конечно. Но тут у него есть конкурент, Adobe XD, Experience Design, конечно, для веба он больше заточен, чем иллюстратор. Но для иллюстратора, например, если вы используете... Так... У него такая библиотека символов, обалденные совершенно. Вот иконки в большом количестве, такие. Кнопочки, такие в ретро-стиле. Элементы Logo. Допустим, вот я вот такой объект сюда размещаю. Единственное, я сейчас нахожусь в режиме Print, как бы для принта. Но у него есть... Pixel Preview, чтобы, например, видите, вы видите, как по пикселям идет отображение, чтобы для веба было видно, как чего идет. Вот, мой пиксел перфект в этом случае, видите, там видна разница вам была. Вот смотрите, вот так отображается. И смотрите. Оба. Вот так он считает более идеально. Укладывается вот этот сглаз с учетом сглаживания и так далее. То есть, в принципе, для элемента User Interface вот эти моменты играют очень важную роль. Вот эти сглаживания краев и так далее. Конечно, если вы в SVG формате работаете, тут проблем нет. Но если по NG, например, то, конечно, вот эти сглаживания, они дают более чистый результат. Поэтому, в принципе, видите, он здесь вам все позволяет сделать. По слоям, да, можно перевести. Для этого надо сделать, в общем-то, отдельные скрипты, которые делят... Есть готовые скрипты на эту тему, и они позволяют разделить объекты на отдельные слои. И тогда, когда вы в PSD откроете, у вас будут именно отдельные слои. Здесь нужно, чтобы были куча слоев. То есть, у меня не отдельный объект, как сейчас идут вот так, да, а чтобы были отдельные слои. И есть скрипты, которые вот это разделяют. Они легко находятся в интернете, в общем-то. Поэтому, да, можно переводить по слоям Photoshop без вопросов. Но это не входит в базовые возможности самого иллюстратора. Вот. Так что, вот, в принципе, у него такие приятные вещи есть. Есть даже у иллюстратора такая непонятная штука, рисование диаграмм. Вот. Вы заходите, вы видите здесь такие, знаете, старые какие-то такие элементы. И декселевские такие, древние прям. Вы знаете, мне до сих пор интересно, кто-нибудь это использует или нет. Потому что это сделано настолько древнее, что у меня даже слов нет. Это вот уже вот этому решению лет 20 без изменений. Вот оно вот такое идет и идет. Ну, они, наверное, решают, что что выбрасывать. Может, кому надо, да. Выбросишь. Потом бой начинается. Кто-то использовал. Они думали, что не нужно никому. Убрали. С Photoshop такое было. Там были дурные опера создания фотоальбома. Совершенно дурные. Вот. Выбросили. Народ взвыл. Где наше создание фотоальбома? Оказалось, что он кому-то нужен. Все были уверены, что он нафиг никому не нужен. Вот. Так что вот здесь вот они, наверное, обжегшись, решили оставить все как есть. Вот. Ну, в принципе, по поводу иллюстратора. Поэтому у нас была тематика, как его покорить. Покорить его можно только практикой. Как это ни странно звучит. И практика нужна особенно на начальном уровне. Чтобы у вас вот эти операции, когда вот вам нужно просто повернуть объект. Казалось бы, что может быть проще операции повернуть объект. Вот. Но, вы знаете, проще оно может быть. Но не для иллюстратора. То есть, в принципе, чтобы мне повернуть объект, повернуть. Еще раз множить. Я должен определенные действия сделать здесь. И потом повторить там и так далее. То есть, в принципе, это делаю. Дальше Ctrl D нажимает спрос. Но до этого вот эти действия, они должны от пальцев отскакивать с хода. И если, чтобы они отскакивали, нужно, так сказать, практиковаться с ними. Поэтому практика, практика, еще раз практика, вот для иллюстратора, она просто сверх необходима. Базовый уровень нужно освоить так, чтобы вы не спотыкались. Если вы спотыкаетесь, вам дальше дороги нет. То базовый уровень вот эта работа с объектами, она просто должна от зубов отскакивать. Тогда все будет нормально. А если этого нет, то никакие эффекты вам не помогут. Вот. Поэтому, в принципе, практика, еще раз практика. Хотите на занятия, хотите сами, как хотите. Вот. Так. Ну, по большому счету, задача вот этого семинара, она была, у вас так сказать, сказать, что иллюстратор – это замечательный программ. Если кто не верил еще в Энар, вы согласны с этим, что иллюстратор – замечательная программа? Обязательно. Здесь все присутствующие согласны. Мы успели сделать, нет? Как? Доделали крышу-то? Ну, молодцы. Евгений спрашивает, где меняли на английский? Смотрите, Евгений, ну, я показать не смогу, потому что у нас здесь немножечко особая версия стоит, в общем-то, не то что ломаная, но она там, так сказать, для наших целей Адоба там предоставляет. Вот, смотрите, у вас идет панель. О, сейчас, секундочку, один момент, один момент, один момент, сейчас, создание… Я в то время, меня попросили сделать этот самый ролик в создании Адобаиди. Адобаиди. Сейчас найду. О. Вот, смотрите, сейчас я гляну. Ой, моя морда, значит, это да, вот она точно идет. Вот, смотрите. Ну, я не буду показывать здесь сначала. Вы знаете, я думал, 3 минуты получится. Какой 3 минуты? 11 минут, блин. Вообще, жесть какая-то. Вот он, вот он, вот он, вот он, сейчас я заморожу кадр. Блин, это зачем? В общем, вот сюда, потом установки, установка в Create Cloud, и вот здесь вот язык, видно? Вот там он все находится. Вот здесь язык вы выбираете, после чего у вас здесь появляется обновить, и вы обновляете уже на указанный язык. Вот. Если вдруг что-то не то, комп-ком перезагружается, и тогда, ну, что-то у него там не срослось, может быть, в общем-то. Вот. Угу. Ну, здесь вы меняете язык как раз. Ну, вот на русский как-то оно легко перешло, а обратно на английский как-то оно у меня там с пятого раза получилось. Не знаю, почему, что-то там наложилось, но получилось в конце концов. Слушатели здесь тоже переводились. Сидели без проблем у них. прошло там на их макс, в общем-то. Так что, в принципе, вот. Это 7.07. Вот в этом месте как раз и идет перевод на другой язык. Так, ну, тогда, наверное, мы потихонечку завершаем, да? Вот. Если у вас какие вопросы? Иллюстраторы? Уроков. Ну, у нас на сайте там, вот. Сейчас. Мы сегодня кубик Рубик рисовали. Там что-то от разных факторов зависит. Так. Вот иллюстратор, базовый курс. А там два курса. Ну, вот видите, там цены очно 19 тысяч. Вот. Вот. Это два курса. Вот. А три курса получается там вот 31 тысяча, я так понимаю. Вот. Специалист. Если отдельно, то вот третья часть у нас вот такая 12 тысяч стоит. А, нет, это третья, расширенные возможности. Иллюстратор. Вот 12 тысяч стоит. Ну, такие примерно цены. Вот. Ну, на сайте вы можете посмотреть, в общем-то, и подумать. Если что, вы всегда можете по вебинару подключиться, да, вот так вот. Либо открытое обучение. Мы всегда рады. Вот. Ну, не забывайте, что когда вы обучаетесь, вы потом можете вопрос задавать и так далее. Так что эти вопросы мы решаем. А сколько дней? Ну, как будут вопросы озреть, так задают. Сколько дней? А, сколько дней идет? Ну, смотрите, 24 часа, 24 часа, ну, это получается, если по 8 часов, то 3 дня. Если по 8 часов, да? Если по 4 часа, то 6 дней. Ну, если по одному занятию, то непозволенному. Вот. Ну, а если по субботам, то 3 субботы, соответственно, получается. Или 3 воскресенья. А праздники есть? Там по субботам и воскресеньям вы можете уточнить вот эти моменты. По-моему, по праздникам, по официальным мы не работаем, насколько я знаю. Но это надо уточнить. Спасибо большое. Ну, да, следующая встреча. Вот, приходите. Следующий семинар будет посвящен скетчу. Это программа, которая для Мака, но для Веба она используется. Будь здоров, как? Вот. Издание. А девушки на какой-то случится? Какие? На первую часть. Сегодня первое занятие было. Первое. Да. А вот и.